Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Ребята спрашивают, а что делать сейчас, когда вынужденный перерыв в эмиграции в Австралию, в приезде в Австралию, потому что закрыты границы, закрыты границы России, закрыты границы Австралии. Ну, не совсем закрыты, поэтому вы можете ездить в некоторые страны Европы, вы можете ездить в Японию, вы можете ездить в некоторые другие страны и создавать себе визовую историю. Это самое простое. И то же самое, самое простое, но я не думаю, что это очень просто. К выполнению это надо делать, надо учить английский язык. Английский язык это империатива, это что-то обязательное, без чего ваша жизнь будет уныла и убога. В Австралии вам все равно придется учить, но будете тратить более дорогое время и большие, может быть, деньги на то, чтобы стать человеком, который компациент, который подходит Австралии. И поэтому это делать, ну, как-то так, обязательно. Представим, что у нас что-то откроется через месяц, три, шесть. Вы сможете приехать сюда. В этом случае, естественно, надо, во-первых, готовиться к тому, что вы будете здесь учиться, и, соответственно, к этому подготовить азы хотя бы будущей своей специальности и учить английский язык, безусловно. С другой стороны, подготовьтесь к жизни здесь и к подработке здесь, я не говорю работы. Конечно, оптимально, если вы работали по специальности, но это далеко не у всех такая возможность появляется, когда вы здесь на учебной визе. И, соответственно, есть работы на стройке, есть работы какие-то преподавательские, управленческие. И хотел бы заметить, что наши девчонки, кстати, классно работают на малярке, так что стройка не закрыта для нашего женского пола. Более того, малярка, в принципе, будет поперспективнее, чем гипсокартон и сборка мебели вместе взятая. И если наши девочки с этим как бы успехом, который сейчас у них есть, заберут этот рынок рабочей силы, то они здорово потесняют наших ребят, это даст какие-то условия равенства. И тогда не надо будет девчонкам смотреть, как бы за кого-то выйти замуж и остаться в стране. И они себя смогут обеспечить финансово и, соответственно, это дает еще и какое-то чувство собственного достоинства. Уже не надо будет какой-то мусор в действительности собирать здесь, пытаясь выйти замуж на людей, ну, не очень достойных. А можно выходить до очень классных ребят или, конечно, получать образование и уже быть невестой совершенно другого уровня. И с паспортом местным, или с видом на жительство, и с квалификациями, которые, ну, не остановятся на малярке. Получение образования в долгосрочном периоде, это если нас закроют здесь года на два или больше. И это совершенно не фантастические проспекты, такие перспективы. Вполне реально. За это время вы можете получить нужную специальность. Я не говорю о рабочих специальностях, которые, ну, в принципе, возможно за это время получить. Я говорю о, допустим, той же самой бухгалтерии, информационных технологиях. Очень интересно, если ребята будут делать инженерную, как бы, работу. В этом случае неплохо бы, чтобы они еще и нарабатывали стаж. Или те ребята, которые были в этих отраслях и получили такое образование, они должны позаботиться, чтобы был достаточно хороший стаж. Два, три, пять лет. Ну, почему нет? И это даст возможность, в общем-то, претендовать на позиции здесь, по крайней мере, через некоторое время. Вы будете хорошим специалистом. Я не думаю, что инженерное дело это что-то, как говорят, rocket science. Это достаточно, на мой взгляд, просто. Да, это требует времени, да, это требует не быть идиотом. Ну, вы же не идиоты, правильно. Соответственно, вы это сможете сделать. Поэтому, если мы берем долгосрочную перспективу, то получение инженерного образования, даже стажа, это вполне перспективно. И если вы, предположим, имеете это уже как второе образование, вам, по-моему, надо только года два сделать. Соответственно, попробуйте сделать это. Почему бы нет? Вот тем более, сейчас можно делать бэчелор, да, два года, если дополнительно, и вы уже получаете второе образование, на этот раз инженерное. Вкупе со стажем это дает хорошие возможности. Я думаю, что надо готовиться, буквально изучая по крупицам жизнь, которую ведут наши студенты, и не только студенты, и вообще те люди, которые здесь живут, и не только, кстати, русскоязычные, а ориентируясь на различные форумы, различные сайты. Я понимаю, конечно, они все, или многие из них, ангажированные. Они работают под обрадователями, миграционными агентами. То есть, все-таки жизнь есть жизнь, и ладонью солнца не заслонишь, не закроешь. Соответственно, вы можете всегда узнать, что и как происходит в Австралии, и как-то к этому подготовиться, и как-то подготовиться к тому, как вы приедете сюда. Пугает неопределенность, не пугает трудности, пугает неопределенность. Соответственно, когда вы знаете, что вам предстоит, и вы знаете, как вам надо будет здесь жить, чем вы можете заниматься, и какие у вас есть пути для того, чтобы остаться в Австралии. Хорошие пути, именно, до которых не будет потом стыдно. В этом случае ваш путь в Австралию будет достаточно легкий, а это и есть та цель, которую я преследую сейчас, делая это видео. Вы должны сделать за этот вынужденный, скажем так, простой пропуск времени, потерю темпа. Это задержка, скажем так, с вашим приездом. Вы должны ее использовать так, чтобы она была даже вашим преимуществом, а не недостатком. И, дорогие друзья, надеюсь, вы это сделаете, и, соответственно, ваше прибытие сюда, в Австралию, будет, ну, если не триумфальным, то достаточно уже обыденным делом. Само обыденное дело, это легко. Спасибо.